Привет всем поклонникам благородного кулачного искусства под названием бокс. Сегодня в Филадельфии завершился объединительный бой в полутяжелом весе между Артуром Бетробиевым и Александром Гвоздиком за пояса WBC и IBF. Победителем вышел Артур Бетробиев и именно этот бой я предлагаю сейчас разобрать. Поехали! Давайте для начала вспомним, что говорили большинство ютуб-блогеров и экспертов перед этим боем. Александр Гвоздик сводит Артура Бетробиева в школу. Будет повторение боя Уси Гассиев. Да, Александр Гвоздик настолько выносливый и настолько сильно бьет, что он в концовке нокаутирует обязательно Бетробиева. У Бетробиева нет ног, у Бетробиева только силовой удар и только давление. Все свои навыки с момента любительской карьеры Бетробиев растерял. Вот это все, что говорили перед этим боем. Я же, как вы помните, говорил, что я поменял свое мнение относительно этого боя, когда посмотрел бои Бетробиева без звука, без голоса комментаторов. И я увидел, что Бетробиев в своих боях делает ровно столько, сколько нужно для победы. Не больше и не меньше. Где нужно добавляет, где не нужно, работает в том ключе, в котором ему комфортно. И у него есть все. И ноги, и ближний бой, и средняя дистанция, и дальняя дистанция. Это боец универсальный, он умеет все. Теперь давайте с вами обсудим, почему самые главные преимущества Александра Гвоздика, а это я напомню, выносливость, сильный удар и ноги были полностью нивелированы Артуром Бетробиевым. И он, грубо говоря, эти преимущества просто взял и проглотил. И у Гвоздика ничего не осталось. Давайте, поехали. Итак, пункт первый. Давление. Начал с собой, на мой взгляд, довольно-таки нервозно. В особенности в том, что касается Александра Гвоздика. То есть у него заплетались ноги. И самой главной, на мой взгляд, ошибкой было его то, что он начал сразу же сыпать акцентированными ударами. Произошло это после того, как он пропустил первый акцентированный джеб от Бетробиева. То есть если он вначале как-то пытался бить легко, но как только он пропустил этот акцентированный джеб, сразу же начались такие силовые серии. И эти силовые серии, они продолжались все четыре раунда первых. То есть он все четыре раунда первых, грубо говоря, вкладывался в каждый удар в серии. И мы увидели, что к концу четвертого раунда Гвоздик уже дышал через открытый рот. Это было просто как бы, это невиданное. С этим боксером это было впервые. И когда все зрители и все эксперты, ну и в том числе и я, увидел, что Гвоздик дышит через рот, что у него не хватает кислорода на выполнение этих его действий. И почему вот это произошло? Потому что Бетробиев включил давление. И давление это заключалось в чем? Что он все время находился на средней дистанции. Все время находился на расстоянии своего удара. И вот это давление психологическое, которое оказывается на бойца, под ним очень тяжело находиться. Особенно вот людям, которые высокие, да, и которые дерутся с более такими низкими, компактными силовыми боксерами. Я сам высокий человек, да, высокий боксер, у меня рос метр девяносто два. И когда я встречаюсь в ринге с такими, ну, компактными, низкорослыми ребятами, проповедующими силовой бокс, я очень быстро устаю. И здесь та же самая ситуация. Грубо говоря, это средняя дистанция, она была некомфортна для Гвоздика. Ему приходилось постоянно двигаться. И для того, чтобы убрать Бетробиева, ему приходилось бить силовые комбинации, бить сильные удары. Но у Артура блок оказался просто железобетонным. То есть он либо принимал это все на блок, либо делал шаг назад за счет челнока и короткого отступления, да, либо оттяжки назад. И все удары были в молоко. То есть по-хорошему Артур пропустил настоящий силовой удар только в третьем раунде. И скушал его вообще без проблем. И это тоже очень сильно психологически влияет на бойца, когда твои лучшие, сильнейшие удары ты доносишь точно в челюсть, акцентированно, жестко, сухо, быстро, но на противника нет никакого влияния, он продолжает тебя преследовать. Берем, разбираем второй пункт. Пункт номер два. Неверно выбранная стратегия на бой. И в этом вина прежде всего Тедди Атласа. Вспомните, вот бой, который я уже упоминал здесь в этом обзоре. Усик Гассиев. Что сделал Саша? Он обратился к Анатолию Ломаченко, который, кстати, тоже присутствовал на этом бое, и его возгласы были слышны там, особенно в концовке. Коронные эти три и три. Ну так вот, что сделал Саша Усик? Он обратился к Анатолию Ломаченко, заперся с ним на базе в Киеве, и, грубо говоря, там два месяца, не вылазил оттуда, и никто туда вообще не мог никак попасть. И Саша там готовился просто как, ну как дьявол, я называю это так. Он боксировал с тяжелыми ребятами, с тяжелобьющими ребятами, плюс физподготовка была на высочайшем уровне, и он мог отбоксировать, ну, два таких боя, которые он провел с Гассиевым. Что мы здесь увидели? Во-первых, когда я узнал, что Тедди Атлас давал гвоздику боксировать всего лишь шесть раундов, потому что говорил, что 12 это как бы слишком серьезные нагрузки, и он может просто, грубо говоря, ну, перетренироваться перед этим боем, то я хочу сказать, что это такой серьезный промах, потому что, ну, это профессиональный бокс, 12-ти раундовая дистанция, 12 раундов все-таки боец должен проходить в том или ином виде. Есть разные варианты здесь. Помимо этого, обзор, не обзор, а анализ во время минут отдыха, ничего кроме мотивации я, честно говоря, вообще не услышал. Если в бою Усик Гассиев Анатолий Ломаченко четко раскладывал, что Усик должен делать в следующем раунде, прям детально, технически, то здесь ничего кроме мотивации, будь умным, будь собранным, мы не услышали. Это серьезный промах в отношении тренера. Плюс, ребята, вы знаете, что вы будете работать против серьезного нокаутера, против бойца силового плана, который будет все время оказывать на вас давление. Почему вы в первые четыре раунда полностью отдаете всего себя, вкладываетесь в каждый удар? Зачем? Надо наоборот как бы пытаться от него оторваться, там, боксировать за счет передней руки. Ударов по корпусу от Гоздика тоже практически не было. Если они как бы были там вялые попытки в самом начале, то он потом просто это дело бросил и, ну, забил на это дело. А Артур, наоборот, начал нагружать корпус еще сильнее. И при этом мы увидели в четвертом раунде, что удары по корпусу, оказывается, это тоже Ахиллесова пята Александра Гоздика. Если про Сергея Ковалева говорили, что от Ковалева достаточно бить по корпусу, и он сразу сломается, то мы здесь с Гоздиком увидели то же самое. То есть нетерпимость к ударам по корпусу. Первый раз, когда Артур акцентированно засадил слева в печень, Саша аж весь согнулся и руки опустились вниз. В дальнейшем он начал нагружать корпус еще сильнее. Особенно проходил часто удар справа, правый прямой в корпус. Плюс, вспомните, какие были акцентированные джебы точно в солнечное сплетение. Это все повлияло, и это еще сильнее высосало из Александра все последние силы перед заключительными раундами, когда началось уже просто тотальное доминирование Бетербеева. Давайте сделаем прогноз небольшой относительно того, что нас ждет вообще в полутяжелом весе дальше. Итак, у нас есть обладатель двух поясов сейчас, это Артур Бетербеев. Дмитрий Бивол выразил желание встретиться с победителем пары Гвоздик Бетербеев. Плюс, у нас 2 ноября Сергей Ковалев боксирует с Саулям Альборосом. Если он побеждает, то я думаю, что он будет очень заинтересован в том, чтобы выйти со своим обидчиком со времен любительской сборной и выяснить, кто же все-таки из них лучше. Давайте сейчас предположим, проанализируем, как могут сложиться вот эти два боя между Ковалевым и Бетербеевым, и Биволом и Бетербеевым. Что у нас есть с нынешним Сергеем Ковалевым, с 36-летним Сергеем Ковалевым? У нас есть боец, который устает к 7-му раунду, затем после 9-го у него накатывает снова, появляется второе дыхание, и он, грубо говоря, проводит ударную концовку. Вот это вот нынешний Ковалев. Если Сергей Ковалев в своем нынешнем состоянии встретится с Артуром Бетербеевым, я раньше прогнозировал, что в одну калитку Ковалев выиграет Бетербеева, то сейчас, после вот этого боя, и после того, что я увидел в боях Бетербеева, я, честно говоря, думаю, что Артур, скорее всего, сомнет Сергея Ковалева точно так же, как он смял Гвоздиков. Очень легко, спокойно, переработает, переедет, и ничего у Сергея, к сожалению, не получится. Если он, конечно, не решит все вопросы до 7-го раунда. Но поскольку удар у Ковалева стал уже не таким острым, то, скорее всего, Сергею придется очень трудно в этом бою. Теперь давайте проанализируем, возможно, бой Бетербеева и Бивола. Если Дмитрий Бивал сможет все 12 раундов бить в движении, находиться в движении и не уставать, то есть провести все 12 раундов в одном темпе, не испугается давление, которое на него будет оказывать Бетербеев, будет технически лучше Бетербеева, будет бить быстрее и сразу же разрывать дистанцию, то тогда у него есть шансы против Артура. Но если же будет повторение той же ситуации, что с Гвоздиком, что Бетербеев просто чисто технически, грамотно более подойдет к бою, то есть очень большая вероятность, что Артур в итоге станет абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе. У меня пока что получается вот такая картина относительно того боя, который я увидел с Александром Гвоздиком. Вот, как-то так. Вот, вот таким вот получился объединительный бой между Александром Гвоздиком и Артуром Бетербеевым. Спасибо, что посмотрели мой очередной обзор. Если он вам понравился, обязательно ставьте лайки, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео, подписывайтесь на мой инстаграм, ссылка будет здесь. Всех был рад видеть, до скорого! Субтитры сделал DimaTorzok